Здравствуйте, Антон Валерьевич. Сколько еще можно заходить на вебинар от 27 прошлого года? Отписывался от рассылки Андрея Кайни от вас. Может быть, сейчас в данный момент человек занятой, может быть, он не слышит вас. Это я про Сафронова говорю. Может быть, вы правы, может быть, что-то не так. Я тут ничем подсказать не могу. Единственное, что если я не забуду, то я потом скажу, что вот тут есть письмо от вас. В конце нашего вебинара. А там вы поймете друг друга, я не пойму. Ирина на черемуху. А, Александр Выборг. Лучше прерывать сортовую черемуху. Например, в памяти Саламатова или красавистую Шуберт. Очень декоративная и крупноплодная. В прошлом году я на черемуху прерыв даже сливы. Хорошо пошла. Правда, концулета погибла. Мне хорошо пошла. Так, ну логика. Это у нас парушки. Так, я имею в виду вишни, как подвой для черешни. Так, дальше. Загвозди. Валерий Косиньевич, заказ на 55 черков. Я делаю от группы. А, вот почему. Я думал, кажется, вы уже перешли на куплю-продажу. Я имею в виду саженцев. Я делаю от группы единомышленников серных садоводов. Так получилось на сегодня. Вкуснее яблок мил бы в выращенном саду не бывало. Фотография. Александр. Повторяю. Я растерялся. Так получилось на сегодня. Вкуснее яблок мил бы в выращенном саду не бывало. Видели бы вы молоденьких мамочек. Попробовавших мои яблоки и прятавших их по карману для среди тишек. Вот для чего мы живем, Саш. Все. 55 черенков ваши. Все. Я еще... Вы догадались, что я хотел вам написать? Типа давайте там пополам, половину мне ставим. Все. Ваши. Вот. Почему? Вы новый этот. Еще не новый русский, но уже новый этот самый садовод. Вы наш. Вот. Здорово. На сегодня я пусть яблок мил бы. Вот почему 14 этих. Все здорово. Молодцы. Так. Теперь. У меня еще время есть. Мы сейчас с вами найдем письмо. Знаете кого? Нашего друга. Нашего друга. Нашего друга. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот он. Значит, тут есть один момент. Смотрите. Почему? Во-первых, наверное, надо все читать. Это очень круто. Наука и жизнь. Это мой любимый журнал с детства. Даже с первого класса. Так получилось. Два была. Техника молодежи. Был журнал. Был еще, правда, природа и забыл. И, наконец, вот этот. Смотрите. Вчера это пишет нам Алексей Калексей. Так. Вчера переписывался с редактором журнала «Наука и жизнь». Внимание. Я бы даже не показывал, если бы не это оно. Алексей, добрый вечер. В предыдущем ответе я просила дополнить ваше наблюдение и написать. Как вы укрываете Шелкович на зиму? Как она перезимовывает? В Подмосковье, в частности, она не выдерживает низкой температуры. Та-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Тут, в отличие от этих самых, от редакторов того самого журнала ПХ, вот здесь нормальный добросовестный редактор. И вот правильно пишет. В Подмосковье не выдерживается. Смотрите, что пишет Алексей Калексей. Зимостойка Шелковицы от ЖВК. ЖВК, ЖВК, это недалеко от Красноярска. Ну, далеко, южнее, но все-таки я вам показывал эти таблицы. Практически температура одинаковая. Получено от него зимой черенком в 16-м году. В 17-м году, после укоренения, варшина в сад, сохраняла материнское свойство. Еще укорененное. Морозово у него действительно сибирское к 40 и за 40. Сад недалеко от Идисия. Район Сан-Шурсовский гост. Ну, и дальше у него получается, что вот они. Вот они. Любуемся. Молодежь, конечно, в 16-м году выписал. Вот они. Ну, плоды ел. Здорово, да? А почему кустом? А помните, я вам показывал в своей шелковице ровный вот такой шар, которому никто секатором не подходил, чтобы делать шар. Кончики веток отмерзают. И получается, скажем, родом заглушение, заглушение, заглушение. Вот. Ну, никогда, друзья мои, подчеркиваю, не надо лезть секатором потому, потому что дерево попав в необычные условия, даже с подмерзанием, оно выбирает себе такое поведение, которое дает максимальный эффект выживания и даже размножение с помощью этих же плодов. Вот. А вы еще знаете, что у меня сейчас фильм, он еще не смонтирован, так? Ну, подлежащие 2-3 дня будет смонтирован. И там моя, на том конце провода, я взял, громкую свет включил, так? И это самое, женщина говорит, а я записываю, вот это самое, как-то, на телефоне, фотоаппарат, он записывает фильмы. И вот она мне говорит, господи, что я натворила, я раскрыла кроны. Представляете? Я раскрыла кроны. Вот тебе, представьте себе, вот это вот Алексейка, который называет меня мучителем. Мучителем. Представляете, он раскрывает крону. Это вот их вот это уровень. Главное бы, если бы это было связано с генетикой, помните, мы генетики, а вы никто. Это вы. Вот. Если бы это было связано с генетикой, я бы их понял. Но пододелать ран, чтобы... А у нее-то, Подмосковье, почему она не выдерживает 40? А кто сказал, что моя морозостойчая? А если, может, потому что у меня, и, может быть, у Алексейка в этом же, как называется, в Челябинске, там почти Сибирь. Может быть, поэтому они живут, не потому что они, а уникальная морозостойкость, а потому что в Москве ее калечили, кроны раскрывали. Вот она истина-то где. А редактор, наверняка, опытнейший человек, наверняка, у него есть направление по делу, связанное с сельским хозяйством, с биологией, с садоводством, раз она вот так разговаривает. Вот. Не выдерживает низкой температуры. А вот, наверняка, это не ее уровень, а это теперь наш уровень, нас, простых ребят, что морозостойкость снижается от любого прикосновения на этого самого секатора. И когда говорят, в отличие от нас, единственное, ну, я не знаю, как получилось, что, я еще вернусь на секунду, я полюбуюсь на эту женщину. Просто полюбуюсь. И ведь там еще было сказано, что мичуринцы ее не поняли, мичуринцы имелось в виду, мичурин, наука в городе Мичурино. Вот так это имелось в виду. Понимаете? Вот этот человек. Этот человек теперь мой соавтор. Так, она говорит, селекция не повышает морозостойкость, ой, морозостойкость, урожайность. Селекция не повышает суммарно урожайность. Причем суммарно? Вот. А я говорю, никакими ухищрениями нельзя добиться большей урожайности, чем в программе «Дерево». Мы два сапога. Вот с этой дамой. Господи, кто бы ее оценил? Я-то уже ладно, но ее-то, а ведь она 20 лет наблюдала именно вот за плодовитостью. Я всю жизнь наблюдал. Я же так же точно посаду, но я еще не только, ей не давали защититься, потому что она, видите, ресселекцией не занимается. Вы представляете, перед вами умнейший человек. Вот таким мы давали волю. Пока еще были, как говорится, все мы были высоками. Вот на этой ноте я, наверное, и закончил отговор. Там много интересного, я даже больше вам показывать. Но не успел. Ничего. В следующий понедельник снова встретимся. Милая Ирина Сергеевна Исаева, доктор наук. Каким чудом удалось защититься человеку, который, видите, наверняка ее, вот эти выводы, да, шли, как, этим серпом, этим самым, академиком. Наверняка, ведь не зря же отказали. А ведь как можно было, это надо было стать революционером. Она есть революционер. Вот за эту вот фразу, вот за эту вот. Она есть революционер. Вот. Нет, выше немножко. А я сейчас еще такой козырь скажу, упадете. Вот. Вот это вот получил отказ Мичуринский. Вот. А я же самое главное не сказал. Она дочь выдающегося ученого, академика Исаева. Вы представляете? И ей не дали защититься. Почему? Потому что это все серпом. Вот все, что она сказала, пусть это в переводе этого самого. Вот. Я благодарю, Николай Иванович. Вы помогли такую тему раскрыть. Представляете? Нахрена эта самая вся работа всех, кто пытался увеличить производительность. А тут вывод. Все понятно. Это я просто разумновался. Поймите меня. Вот. Это мой сава, савтор по открытиям. И главное, она раньше молодец, Исаева. Но то, что я пришел к выводу, независимо от нее, я не знал про это. Вот. У нее свой козырь, 20 лет наблюдений. Вот. Начиная с пятигрового плода становится меньше, насколько больше плоды. это перевод Кульневого, да? Но они, наверное, уже сами догадались, те, кто отказал ей в диссертации, наверняка дочки самого Исаева, самого академика Исаева. Тот, кто ей отказал, наверняка поняли, она ставит крест на всех этих попытках с помощью селекции, с помощью селекции повышать производительный територ. А железо еще наоборот, еще от себя добавил. И все эти звериные способы тоже не дают ничего. Практически вывод. И когда это будет лет через сто, первое будет закон, там вот несколько законов, но это будет самый, наверное, первый. Невозможно, цитирую себя, за все годы добиться урожая больше, чем в программе дерево, несмотря на все зверские способы. По наводуманной я, я еще пару минут, вы понимаете? Скажите мне, пожалуйста, я видел три, у меня их нет сейчас, но есть еще куча книг вон там на полке и везде отрезать, 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 осветлить, сделать дискуссию, во всех, но когда это делалось на ГСУ, а мне повезло, что это, вот сосед снизу, раз дал прочитать, потом забрал, вот, ГСУ, а там опять, я могу показать вам сейчас, набрать обрезку и показать, все эти, прошли десятки, сотни лет, прошло вот это все, и все ГСУ, которые выводят, уже не выводят, ранируют новые сорта, доводят их до калечения, как называется, до инфаркта, нет, не то слово, до инвалидности, а потом, ну уже самое последнее, и так, я в Челебенске, и так, в три вечера ко мне шли делегации, подружился только с Латинковыми, все остальные были с Ампломбом, но все-таки к железу ушли, ну и тогда я уже легендой был, сейчас уже все забыто, а тогда я был легендой, вот, и мне бывший директор ГСУ рассказывает, а мы ранируем, 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 каждый день бумаги заставляли писать, хотя кому нужны в прошлогодние или там, в прошлом месяце эти наблюдения, они уже никто никогда не видит, но требовалось так, а заранировались, выбрали два-три более-менее подходящих, приходится разограться зима, ни черта нет, и потом опять ранировали, 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 вот это и есть, а зачем отказаться от, хотя бы на станции так же сказать, селекция это естественный путь, это когда не подходишь и пусть дохнет, а если выфил, вот теперь вот от этого отличается, и это резать, и резать, и резать. Все, мое время стекло, так, значит, черенки я уже не кричу, покупайте черенки, кушать хочется, иначе все уничтожили свой сад, а вот косточки, культурные, все кончились, я предупреждал, урожай был слабый, культурные, я имею ввиду, королевские, там, академик, фаина, все кончились, остались культурные, но вот такие, это Амур Артемы, и, ну, может немножко, еще Серафимов, и то я не помню, и остались сыновья Манджурса, сеансы Амуры, это вот такие, вот, что получится, ну, давайте еще секунду, что получится, потому что, я хоть жились на, на этого самого, на, 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 Кваулина, про меня ни слова не сказал, ни в одной из своих, этих, ученых выступлений, как-то случайно забыл, кому обязан, так, но, я зато использую теперь его, данные, мне не верите? Поверьте вот этому, потому что, когда-то и эти косточки кончатся, сейчас, 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 а у меня еще время есть, поэтому, одно время, потерял эту фотографию, козырную, пришлось, я отдельно, вот сюда разместить, чтобы больше не терять, вот он, воулин, смотрите, это его работа, инновационная разработка, ну, честно говоря, она скорее моя, чем его, ну, пускай, ладно, вот видите, разве это манджурцы, посмотрите, папы разные, а может быть, не папы, может, дедушки, бабушки, посмотрите, осеньцы, с центром патриарха, а у меня, еще есть покруче, у меня теперь, переехали, в виде, с этим, сыновей манджурцы, а, возле этого, растет, академик, возле этого, королевский, вы думаете, не влияет, или он не был удивлен, что железо вне болтут, его слова, все сладкие, его слова, а вот его, это фотографии его деревьев, когда-то они были моими, вес плодов, от 15 до 35 грамм, круто, дегустация, хорошее отличие вкусовое качество, с одной массой, небольшая горчинка у стрелки 25, слушайте дальше, вот, доведена до 40 гектаров, ну, в общем, я не зря на свете прожил, так, ну, в других местах более подробно, более, там и по 40 килограмм с дерева, а с контрольных 300 грамм, все, ребята, я нахватился, а, я к чему говорю, как видите, не болтун, значит, я имею ввиду, что обещал, то исполняю, у вас будут, косточки манджурца, сыновей, то есть, косточки сыновей манджурца, и сеянцы амура, и те, и другие, имеют свой пап, что там за папа, мы не знаем, но они окружены благородными этими, вот, и, этого добра еще, ну, в общем, довесты хватит, только другое дело, что я боюсь сказать, приближается время сертификации, продаю, продаю, а еще месяц продавать, заказов мало, и они уже вот такими хвостами выбрасывают, вот это страшно, что выбрасывать приходится, ну, все, друзья, давайте прощаться, вот, все, я выключаю, остановить ростерацию, до свидания, мы, мы, Субтитры создавал DimaTorzok